Всем привет! Меня зовут Рос, вы на канале Midcore Show и сегодня мы продолжаем Beholder! Beholder мы продолжаем, но в первую очередь хочу сразу же дать такое объявление, скажем так. У меня тут появился лишний ключик на бета-тест, на бета-тест, да, можно поучаствовать, поиграть в эту игрушечку, если вам понравилось. Короче, будет он проходить в группе ВК. После выхода этого ролика сразу же бегите в моё саппу, в мою группу ВКонтакте, Midcore Show. Вот, ссылочку, естественно, будет в описании под этим видео, да. Вот, и... Короче, участие прям вообще элементарное, очень простое, так что все смогут поучаствовать, все смогут выиграть. Никаких подписок, там ничего не надо, просто там, короче, всё очень легко. Узнайте сами, когда пойдёте туда. Так, мы, короче, закончили на том, что нам надо собрать улики и написать рапорт на Якова Манишика. Манишик — это житель комнаты номер 2. Так, собрать улики нам на него надо. А как мы это можем сделать? Так, давайте мы посмотрим здесь, что у нас по письмам. Вышла новая директива, блин. Вышла, вышла. Через Минцин, главы профсоюза шахтёров, был найден в бессонтанательном состоянии. Злоумышленники накачали его наркотиками. И сейчас он находится в больнице на лечении и реабилитации. А Министерство порядка призывает граждан соблюдать бдительность и пересекать любые попытки изготовления и распространения наркотиков. Иначе подобное может случиться и с вашими детьми. Понятно. Понятно. Так. Может быть, супруга что-то про него знает? Что, Карл? Знать, в смысле, знать, что произошло. Карл, а что за тип живёт? О, во второй квартире. Яков Манишек. Неприятный тип. Неприятный, это слабо сказано. Я осталась с ним на кухне одна, так он мне такого наговорил. Ещё и облапать пытался свинья. Не может быть. Да, у него такое лицо, что угодно можно ожидать. А если он будет приставать к Марте? Она уже у крыльца часто играет. Даже думать о нём противно. Вот поддонок, я решу с ним вопрос. Я понял. Опа-на. Производит наркотики. А ни хера попался, тип. Прям под камерой, прям под установленной... Ох ты, козёл. Соберите... Да! Нифига! Вот это чётко! Так, а что нам надо делать? Нам надо написать рапорт... Нам надо написать рапорт на Якова Манишека. Напишите рапорт... Так, 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 тихо, 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 тихо. И мы только прочитали газету, только жена про него говорит гадости И тут же он попадается ровно под камеру Вы видели, как все четко, просто четко, идеально Так, арест, арест Ну это понятно Мне кажется, надо позвонить в министерство И попросить справку Надо позвонить в министерство и просить справку Он опять... Вот козел, а! Вы посмотрите, что он делает Какая информация вас... Какая информация вас интересует? Что там? Так, написание... Написание рапортов Нажмите на рабочий стол и выберите опцию... А, на рабочий стол, точно! Так, все, мне остальное неинтересно Мне плевать, я уже понял, что надо делать А там дальше мы сами разберемся Так, рапорты Рапорт, характеристику... Так, нам нужен рапорт Ух ты, так, 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 так Гражданин... Гражданин... Кто-то там? Яков Манишек Яков Манишек Проживающих в квартире номер 2 Это мы, да, запомнили? Да Так, прикольно, прикольно, прикольно По адресу улица Крушовица Ну, будем называть Крушовица? Не ругайтесь сильно Я понимаю, что Крушовица... Ну, прикольнее Крушовица Улица, пиво там, все дела Нарушил директиву... В смысле? 6041... 6041... От... От 3 сентября Найдены улики Переместить собранные материалы сюда Это, я так понимаю... Вот это. О-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Все хорошо, Яков Манишек. Второй квартире. Директива такая-то. Отправить. Ну-ка. И что будет? И что? Все, ждать типа? О-о-о, полицаи. Поехали, поехали, поехали. О-о-о, ты на твой крик можешь бегать даже. Поехали, посмотрим. Здравствуйте, товарищ полицаи. А, не хочет разговаривать. Слышь? О-о-о-о. Я хочу на это посмотреть. Бам, вышив дверь. Ну-ка, козлина. Наркоту. Бам, по яйцам ему. Правильно, к жене к моей приставал. По яйцам его. И по печени, и по почкам. И вообще, по грудаку. Давай. Нет, постою просто такой. Короче, просто постою, посмотрю. А собака еще идти не хочет. Правильно, пинками эту тварь. Ну-ка, хочешь поговориться? Не хочешь со мной разговаривать? Вот ты, козел. К жене к моей приставал. Наркотики варил. Иди ты к черту. Да он выглядит реально как тварь какая-то. Он выглядит как тварь. Давай, давай, давай. Загоняй его, блин. Загоняй его. Все. Есть. Есть. И что теперь? Что, новая директива? А, что с директива? Хранение книг Пола Уильямса. О, отремонтируйте... 47 часов. Отремонтируйте квартиру номер 2. Заселите квартиру номер 2. Отремонтируйте. 750 баксов! Погоди, я... А как я должен заработать? Сейчас я не расстаюсь в философской литературе. Философия — это полная бредя. Подожди... А как? Фигурант арестован. А ч... А чё? А чё мне делать? С этим старпером сейчас поговорим. И что тебе нужно? От почтенного работника архива. Мы с тобой уже разговаривали. Мне пора идти. Идите, идите. У вас молодых много дел. А чё за херня? Блин, может, у меня где-нибудь здесь есть бабло? 200 баксов ещё надо на ремонт 44 часа. А как? Кардиган. Да, плюс так иголка. Очки. Запчасти. Ну, типа, у меня всякий хлам тут есть. К нам, по идее... А это чё? О! Опа! Кошелёк! В них редко бывает много денег. Ну да. Но, тем более, это наш кошелёк, как бы... Там, жены, я не знаю. Так, смотрим. Да, чё ты? Вот так. Поковыряйся в этой штуке. Это чё такое? Пошитки? Пошитки жильца, да? Блин. Неудобно вот так вот. Давай снизу начнём. Я не знаю. Забираем всё. Забираем всё. Забираем просто всё. Кошелёк. Книга. Полотенце. Так, давайте сейчас попробуем продать всю торгашу. Потому что торгаш у нас приходит... А где он, кстати? Необходимо отремонтировать квартиру. Награда 1000 баксов. То есть мы 750 вкладываем, и 1000 нам даёт. То есть мы всего лишь... Во-во-во-во-во-во! Торгаш вручет, да? Беги-беги-беги-беги! Добегом! Моё почтение! Торговать. Что продаёте сегодня? А вот, посмотрите! Так, ну, то, что... Аспирин, виски, синий галстук, шоколадка. Так, пустые бутылки, 1 бакс. Часы 185, кстати говоря. Опа-на! Так, ну ладно. Нам сейчас бабки нужны. Мы вкладываем. Ого, и нам ещё совсем чуть-чуть. Так. Очки одни тоже можно продать. Что у нас тут ещё есть? Так, 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 так. Не знаю, нам по две их, наверное, не надо. Зубная щётка пусть будет. Пусть это всё остальное... О, 100 баксов кошелёк. О, ещё 100 баксов кошелёк. Неплохо, неплохо, неплохо. Всё, всё. Стоимость ремонта квартиры. Есть! Есть! Отремонтировали. Так, Джонс Папанедо. Алоизишпак. Это какая-то крыса, зараза, в очках. А это какой-то простой морячок, да? Похоже, что морячок. Ну, шапку у него, по крайней мере, что-то такое. Ну, давайте Папанедо. Это мне не нравится какой-то... Или это бабка? А нет, шпак. Это бабка какая-то, блин, библиотекарша непонятная. Ну-ка на, вот так вот. Всё, бабосики нам начислены, всё хорошо. Так, позвоните мне из Терста. Доверие и забота. Поговорить с женой? Ага, нам надо поговорить с семей... Ого, да-да-да, у семейства там всё. Всё плохо, семейство что-то хочет. Хорошо. Так. Что, Карл? Давай проблему. Милый, мне нужна твоя помощь, я не могу найти большую кастрюлю. Всё осмотрела, ума не приложу. Куда она подевалась? Может, её украли? Как думаешь, стоит вызвать полицию? Полицию? Из-за старой кастрюли? Не думай даже. Скорее всего, ты забыла её в старом доме. Ладно, раз ты так говоришь, может, поспрашиваешь уж лицов про кастрюлю? Пойди, не откажут новому управляющему. Я сварю Марти компот и верну. Ладно, я спрошу соседей про кастрюлю. Хорошо. Так, дочурка, дочурка что-то хочет. Поиграешь со мной? Не сейчас, Марта. Потерянная игрушка. Что случилось, милая? Папочка, случилась беда. Найра пропала. Её нигде нет. Кто такая Найра? Это моя кукла. Моя любимая кукла, папа. Ты поможешь её найти? Ты испугала меня, Марта. Где ты с ней играла? Дома. Найра слишком маленькая, чтобы гулять по улице. Найди её, пожалуйста. Так. А может быть, это этот хмырь, блин, её спёр, а? Да, отец. Тебе что-то нужно? У меня есть дело, отец. Что тебе нужно? Начались занятия по экономике. И нам выдали список литературы. Ну, учебники всякие, книги, по которым надо заниматься. Я зашёл в книжный магазин, и там нет этих книг. Ребята говорят, если книги у старёвщиков... Если книги у старёвщиков на субботнем рынке, но цены огромные. Ты не мог бы поспрашивать среди твоих друзей, вдруг у кого-то есть эти книги? Ты ведь общаешься с умными людьми. Ладно, подумаю, что можно сделать. Так, эти всё были разговоры. Хорошо, хорошо, хорошо. Так. Ням-ням-ням-ням-ням. Ну-ка, ты иди сюда. У тебя должна быть кастрюля. Ты женщина, у тебя должна быть кастрюля. Ты идёшь на кухню. Ты явно идёшь что-то варить. О! Хе-хе-хей! Я к вам с просьбой. Вы не доложите большую кастрюлю. Жена хочет варить компот, а наша кастрюля потерялась при переезде. У меня есть подходящая кастрюля. Вот, возьмите, пожалуйста. О, я же говорю, что ловарить компот. Блин, нормально. Спасибо. Мы обязательно её вернём. В этом нет необходимости. Мы живём с мужем вдвоём. Так что она стоит без тела. Пусть это будет нашим подарком вам на новоселье. Зашибись, жена! Жена, ты где? Кто бухает? О, нахерачился на свиня. Не буду с тобой разговаривать. Подожди. Где моя жена? Вот жена. Что, Карл? Поговорить про кастрюлю. Карл, ты нашёл кастрюлю? Я уже всё приготовила для компота. Да, Мария Шиммер из первой квартиры выручила нас. Смотри, сахара не жалей для компота. В прошлый раз он был больше на воду похож. Он был похож на воду, потому что у нас не было ни сахара, ни яблок. Я не виновата в том, что ты не смог достать талон на сахар. Ну, милая, не расстраивайся. Теперь ты у нас сахара достаточно. Карл, поговори с Мартой. Она ходит такая расстроенная, а мне не говорит, в чём дело. А, так. Ага. Анна не видела старую куклу, с которой играет Марта. Она её не может найти. Вот почему она такая... А, грустная. А мне боится сказать. Может, за шкафом лежит или под кроватью. Ага. Ну, в комнате, да. Говори, что в комнате. По идее, по идее. Так, стой. Ты у нас старик, у тебя должны быть книги. И что тебе нужно от почтенного работника архива? А, про книги. О-о-о-о, всё, прямо здесь рядышком. Гражданин Марк, вы образованный человек. Дайте мне совет, где можно найти учебники по экономике. Моему сыну выдали список университет в университете, а в магазинах их нет. Осталась библиотека, но там очередь. А чем вам библиотеки не нравятся? Там хорошо, тихо. Самое место для молодого парня. Делать вам нечего. Деньги тратить на книги. Спасибо за совет, но, боюсь, сыну он не понравится. Я понял. Я понял. Ой, блин. Там был ещё какой-то диалог. Ладно. Так, здесь мы смотрели. Ну, ладно, может, она появилась. Начинаем, короче, обыск. Начинаем обыск. Надо камеры, по идее, побольше. Камеры поставить. Фотоплёнка, детали, запчасти. Так, шить туда-сюда. Я понял. Так, смотрим дальше. Смотрим дальше. Блин, атмосфера у этой игрушки классная. Классная графика очень. Музончик. Ух ты, тут дофига всего, кстати. Модель корабля. Некоторые детали ещё не украшены, не приклеены. Так, так, так. Дофига всего. Кошелёк за 100 баксов, который можно продать. Ну, если что, бабло у нас есть, да? Получается, так, стул. Смотрим под стулом. А, она говорила, под кроватью или за шкафом. Так. Ага, здесь ещё кошелёк, фотоаппарат. Так. Ну, шкаф, наверное, тумбочка, нет? Так, 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 нет. Здесь мишки нету. Так. Ладно, смотрим под кроватью. Чё такое? Ни хрена под кроватью нет. Так, под детской кроватью смотрим. Так, ну сейчас тогда всё остальное будем рассматривать. Ни хрена. Опасное лезвие под детской кроватью. Конечно, вы ещё одолбанули что ли? Вот такие штуки раскидывать под детской кроватью. Опасное лезвие, блин, лежит. Ой, вообще так. Это тоже на куклу всё не похоже. Так, вот здесь какие-то коробки. А, это кресло, да? Так, новый день. 6 сентября. Я календарь перевернул. И снова 6 сентября. Ни хрена здесь нету. Опять опасное лезвие. Сколько у нас опасных лезвий дома? И кошельков, кстати, нормально. Если чё, бабла поднимем, у нас ещё есть запасик небольшой. Да чтоб тебя, блин. Тепень, перетень, блин. Так, под стулом смотрим. Ай, ни хрена. А чё? Марта, ну, ты, может... Письма какие-то. Получное письмо. Скрытый конверт с письмом. Да, она. Так. Здесь телефон, чтобы звонить. Так, да, вот эту тула пускать. Может, под мой стол укатилась? Она типа играла здесь с этими, с экранами? Да, хрен там был. Нифига нету. Я не понял. Может, поговорить с ней ещё? О, там ещё стул, по-моему, мы его не смотрели. Поиграешь со мной? Не сейчас, Марта. Поговорит про куклу. А как ты назовёшь твою куклу? Найра, я очень скучаю, ты найдёшь её? Конечно, я её найду. Твой папа всё может найти. Я понял. Я понял. Так, под стулом здесь вроде бы не смотрели. Ёлки-по... А где кукла? Ну, её нету в доме. Нифига здесь нету. Нифига тут нету. Так, позвоните туда. Но нам надо ещё, короче, книги найти. Нам надо ещё книги найти. С кем ещё можно поговорить? Может, скупить их? Книги по экономике. Так, ну-ка. Моё почтение. Торговать. Но, что продать сегодня? Там была бы бла. Так, это чё? Книга-Личный дневник. Личные записи. Имена это не то. Книга-Великая жизнь дорогого вождя. Типичный роман о любви. И ни хера тут нету. Так, с тобой мы ещё не говорили. И с этим, кстати, надо познакомиться сейчас. Я поговорю с жильцами, которые у нас здесь есть. Здравствуйте. Спроси про книги для патри... Клаус, вы образованный человек. Где можно найти учебники по экономике? Моему сыну выдали список в университете, а в магазинах их нет. Остаётся библиотека, а там очередь. О, ситуация с библиотекой мне хорошо известна. Там не только очередь. Ещё нужно понравиться библиотекарям. А иначе они выгоняют из зала без объяснения причин. Но я могу вам помочь. У меня есть книги, которые остались с прежних времён, когда я работал в Бюро подсчётов. Буду рад, если они помогут вашему сыну в образовании. Я уверен, что высшее образование должно иметься люди. Жаль, что мало кто придерживается этого мнения. Вы спасли моего сына. Спасибо вам, Клаус. И не только сына, но и мой кошелёк. Хорошо. Книги мы получили. Так, где, 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 сынишка? Так, закройся. Куда же сынишка свинтил, срулил? Где ты? Так, звонить мы пока не будем. Так. Чё тебе? О, вот тебе, тебе. Стой, 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 стой. Полин, зараза. Всё. Уехал. Хорошо. Давайте мы посмотрим, что у нас тут творится. Вон, сынишка идёт. Сейчас моему книге отдадим, порадуем. Только нам надо... Так, вроде бы все уехали. Давайте быстренько обучим здесь. Чё, почему? Так, за этой комнатой мы можем подглядывать, по идее. Так, пыльё, дневник, бутылки. Я понял. Так, 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 так. Ай, камера, камера, камера. Купить, 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 купить камеру. Так, вешаем быстро камеру. Хорошо, сынишка. Так, это... Это из этой квартиры? Нет, по-моему, здесь стрички даже вот это не из этой квартиры. Всё нормально. Так, всё, камеру установили. Смотрим дальше. Смотрим дальше. Смотрим шкафу. Так, я надеюсь, не сюда. Воу, 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 воу. Погали, 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 погали. Стой, беги, беги. Беги нахрен, беги. Бег, беги. А, она вниз. Стой, 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 она вниз. Всё нормально. Заходи обратно. Блин. Так. Аа, идёт старикан. Блин, напугало как. А, зараза такая. Так, ладно, погнали к сыну. Давай, 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 вот так вот. Хорошо. Да, отец. Ааа, книги. Отец, ты смог узнать про книги? Вот твои книги, целая стопка. Ничего себе, теперь уж я возьмусь за дело. О таком богатстве я и не мечтал. Можно не ходить в крысятник. То есть в библиотеку. Скажи спасибо Клаусу Шиммеру из первой квартиры. Это его подарок. Здоровский у нас сосед. Все бы вот такими были. Ага, все хорошо. Есть. И осталась куртка, блин. Это осталась кукла. Осталась кукла. А, стоп, 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 подожди, подожди. Может быть она все-таки... А тут ни хрена нет. А тут ни хрена. Ты что тут, слышь? Что ты тут строила? Что, Карл? Да ничего, подожди. Я не знаю, где ты, долбанная кукла. Может стиралки? Она ее стирала и забыла. Блин, нифига. Отойди. Отойди. Ну, зрись мне, пожалуйста. Ну, что ты? Ну, класс. Она просто... Кукла там стопудово. Ой, ну вот стопудово кукла, раз она как скрывала, блин. Она не хочет, чтобы ее кукла просто нашлась. Что за дела? А, хрен там был. Голубая блузка. Хорошо, и где? Так, так, так. Что нам еще надо? Преступление и наказание. А, позвонить в министерство нам надо. Так, ну что ж, куклу нам найти не удалось. Куклу нам найти не удалось. Видимо, она куда-то пошла гулять одна. Это кукла. Поэтому нам надо искать в домах у жильцов. Так, это идет к себе домой. Это со второго этажа. У нас третья квартира. Это дома. Так, камера у нас есть. Потихоньку расставляем камеры. Окей, ладно. Нормально. Потихоньку, потихоньку продвигаемся. Потихоньку продвигаемся. Что ж, наверное, давайте на этом закончим. Не будем звонить в министерство. Точнее, позвоним в министерство. Да, и на такой интересненькой ноте закончим. Как любят всякие сериалы там делать. Министерство порядка. Поздравляем, вы успешно выполнили это сложное задание. На ваш счет пришла премия в размере 1250 очков авторитета. У-ху! Богатство прилетело. В дальнейшем вам не потребуется давать отчет о выполненных заданиях по телефону. Премия будет начитаться сразу после выполнения новых заданий. Мы будем вас оповещать по телефону. Напоминаем, если вы не ответите на телефонный звонок из министерства, вам будет выписан штраф. Вы обязаны всегда находиться в доме и брать трубку. Даже если вы при смерти. Вам все понятно? Да. Итак, вы избавились от нарушителя. Теперь вам нужно опросить жильцов дома о гражданине Шиммере. Нужно установить, как и к чему, и как к нему относятся окружающие. После опроса напишите на него характеристику. Приступайте к выполнению. О, можно спросить информацию о новом жильце. Принять запрос на имя Джонс Папанеда. Ожидайте. Правонарушения нет. Сдано запрещенных вещей 3. Документы в порядке. Работа моряк на рыдовой угольной баржи. Аж 230 что-то там. Проходит стажировку в комитете внешних дел перед выходом в международные воды. Гражданский уровень надежной системы из 10 требует наблюдения. О дальнейших указаниях сообщим дополнительно. Я понял. Хорошо. До связи. Вот так нам на время поговорить, 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 поговорить. Я понял. Ладненько. Что ж, на этой ноте мы закончим. Нам пора копать на Клауса Шиммера. Кстати, Шиммеры же это из первой квартиры, которые нам дали кастрюлю. Ой, из первой, да. Которые нам дали кастрюлю и дали книги. Ёлки по... Нам надо под них копать. Ладно, пофигу. Что покопаем, поговорим. Но ничего страшного в этом нет. Ну, а на сегодня это всё. С вами был Рост на канале Мидкор Шоу. Игра Бейхолдер. Не забывайте про то, что в ВК я разыгрываю ключик на бетку. Так что бегом, бегом, бегом туда, если вы ещё нет. Вот. А если ещё уже да, то тогда будем с вами прощаться. Так что... Так. Это сказал, это сказал. Всем большое спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайки, комментируйте. Вступайте в сообщество ВКонтакте. Ссылочка в описании под этим видео. Подписывайтесь на мой канал. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok